ДИМА 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 Окей, ребята, привет! Я Дима, мы с вами продолжаем свое путешествие в мире Ведьмак 3. Геральту надо ускориться. Мы во Вронницах заканчиваем дела семейные. Будем говорить с бароном о Тамаре и об Анне, жене. И... Похоже, эти разговоры жене и дочке кровавого барона. Как оказалось, дядька сам виноват в том, что семья покинула его. Вот так вот легко можно прохерачить абсолютно все, что имеешь. Всем нам с вами урок. Вообще, синька зло, запомните это. Я вот бросил, мне жить стал в раз в 500 тысяч раз, наверное. Если не больше, лучше и легче. И интереснее. И запоминающее. В общем, плюсов уйма. Так, барон спит, небось. Придется будить его, чё ж. Дорога, лопы. Ой, такой. Барон, а не спишь? Ну, братка, разговор к тебе. Ну, с чем пришёл? Зачем ушёл, с тем пришёл. Давай с жены начнём. Есть весть о твоей жене. Так что ж ты, сука, сразу не сказал? Так сразу и говорю. Где она? Почему ты её не вернул? Она на кривоуховых топях. Нашла себе там стол, приют и занятия. Кажется, ей там хорошо. Ты должен был вернуть её, а не проверять, как она там устроилась. Ты хотел её найти? Я её нашёл. О большем мы не договаривались. Думаешь, я законченный выродок, а? И сам во всём виноват? Ну, я так думаю, да. И чего? Ну, я думаю, моё мнение не имеет здесь значения. Давить на него ещё сильнее нет смысла. То, что я думаю, не имеет значения. И всё-таки в твоём взгляде я вижу презрение. Не знаю, как с этим в мире ведьмаков. Так вот, в людском мире нету чёрного и белого. Ты, наверное, скажешь, что не ты один виноват. Ну, давай, рассказывай. Господи, Геральт, мы столько побрились. Ты чего опять зарастаешь так быстро? Ну? 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 Геральт. Ну? 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 Геральт. Ну? что было дальше я воевал на разных фронтах получал жалования нет одна сидела целыми месяцами позже я узнал что она была не так уж одинока и и почти три года утешал какой-то его друг детства пес бы на нем ездил понимаешь если бы она один раз загуляла я рукой махну но она мне годами рога доставляла гробона видал и меня и мою любовь как-то узнал вернулся домой однажды и не нашел ни анны нее вещей только письмо написала мол меня не любит уходит к этому шлепку и забирает с собой тамару я думал прям там кончусь я поехал к нему хотел только девочек домой забрать а как его увидел что-то вселилась в меня завалил паскуду от ребуху его бросил псам надо думать она была не в восторге это сука мягко сказано устроила истерику бросалась на меня легалась царапалась наконец за нож схватилась я если бы не уклонился так вы и зарезала меня вот тогда я впервые ее и ударил не знал как успокоить и вот с того дня все переменилось она несколько раз пыталась убить себя и меня доводила до того чтоб я ее ударил кричал мол я убил в ее жизни любовь лучше бы ее сама убил я тысячу раз прощения просил я цветы носил подарки и хоть бы что через два года злостью перешла в равнодушие ну вот временами то у нее приступы безумия случались то я с пьяных глаз чуть устраивал не знаю как мы выдержали столько лет так что как видишь не все было так как могло показаться самого начала и все же таки ты прохабачил жену меня это не касается в любом случае не знаю зачем ты мне все это рассказал твои отношения с женой это твое дело чего еще ждать от ведьмака ну ладно если не хочешь привести а ну домой расскажи хотя бы как она там очутилась на этих болотах ты же не рассчитывал что я тебя жалеть буду там ли еще что-то она заключила договор с ведьмами и и вероятно у нее помутил сразу какой нахер договор она хотела избавиться от ребенка и пошла к ведьму они обещали помочь взамен она должна провести у них год на службе ведьмы сдержали слова как понимали по-своему то есть она наверное думала что ребенок мне как-нибудь сам исчезнет но ведь мы просто довели ее до выкидыша думаю тогда она и начала сходить с ума кроме того ее связали магическими путами которые причиняют ей боль если она пытается нарушить договор договор с ведьмами звучит как скверная шутка надо ее оттуда вытащить не советую тебя заходить на болото даже солдатами место само по себе не хорошее а ведьмы куда опаснее чем кажутся ну не ждать же пока они ее отдадут будь у них твоя дочь ты бы тоже надеялся на их милосердие нет я бы не надеялся но я ведьмак а я муж и отец который просрал свою жизнь и своих близких уберу людей пойдем туда и вытащим анну но даже не знаю ладно давай про дочку теперь я передал тамаре твой подарок и что она выбросила куклу не этого ты наверное хотел выбросила боги я надеялся она все таки больше не хочет ничего узнать дочка то тоже за мамой пошла я свое слово сдержал теперь ты держи свое то слово дал на чем лишь я на вас напал василицк да да ну и здоровая же была скотина возвращаемся к цири обожаю эти воспоминания они такие непринужденные и все красиво я не живу в этот раз нам уже не выберут берегись если я не выживу бери из замка все что захочешь выживешь ну тогда покажем этой сволочи ну так покажем конечно у меня нет арбалета вот что плохо понимаете Василиск так магии тоже нет да ну что ж вам а сбейте его кто нибудь сбейте его кто нибудь охренеть что же я ведь так и помереть могу помереть реально сдохну так нужно что не придумать что нибудь такое что позволит мне выжить ну господи еще один удар и от труп а нет я от отравления труп я понял все хорошо ладно 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 чушь там хорошо сложный бой предстоит знаете почему потому что сбить я его никак не могу и знаков у меня никаких нет вот и загрузка видать очень долгая будет каждый раз так ладно надо уворачиваться на 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 ах ты собака та ах третье где он вот он Василиск вот он как-то в камни не врезался 6 в любви ну я же увернулся ну Я же увернулся Вот опять, ну, как так-то? Ну, уворачивайся А-а-а Тут тайминг какой-то такой странный Я вроде как на уворот иду, а Василиска начинает бить в момент ворота То есть мне нужно прям высчитывать Когда он крыло поднимет, тогда мне надо прыгать А я немножко заранее это делаю, поэтому он бьет в то место, куда я прыгаю На! Хорошо Давай, лети сюда Лети сюда, Василиск, ну Лети сюда Ху-ху-ху Почти! А, все, да? Живи, барон Живи! Своим этим железным мечом Надо бы найти его А искать долго не придется В башне он Что б тебя Я этого так не оставлю И чего, и куда? Так и куда мне? Не оставлю я этого так, блин Ладно, я нашел дорогу Хрена себе звуки Ну давай, сука Пусть сходи! Ого! А я думал, голову отрубило Сейчас затрубит Молодец Большой молодец Молодец, Сири, молодец Ты все собрала? Да, спасибо То, что ты для меня сделала Никогда тебе этого не забуду И это все только усложняет То есть? Я должна бежать За мной гонится упыри Дикая охота Когда я использовала силу Они взяли мой след За тобой гонится Дикая охота? Пока я здесь Вам грозит опасность Вели людям запереть Двери и окна И пусть ночью Никто из дому не выходит А ты? Ты-то что будешь делать? Я еду в Новиград А там увидим Вот оно В Новиград она поехала Значит и нам следует Она села на коня и уехала Пусто тут стало без нее Переправа через Понтер Окружена риданскими войсками И несмотря на это Ты послал Цири в Новиград Она искала чародейку А чародей все в Новиграде Кроме того Я не оставил бы ее На поживу риданцам Я дал ей охранную грамоту Что еще за грамота? Да покажешь ее любому Херона переправе И тебя пропустят Ты мне ее отдашь? А зачем усложнять тебе жизнь? Ты ребенка ищешь Так что бумага пригодится Откуда у тебя вообще Эти охранные грамоты? Я ведь не всегда командовал Этой бандой придурков Когда-то я служил В темерском войске Но переправу охраняют риданцы Если есть заслуженные репутации И хорошие связи То цвета и знамена Отходят на второй план Значит есть шанс Что Цири все еще в Новиграде Спасибо что ты ей помог Да не за что Раз ты все уже знаешь Что наверное торопишься Но Ну может быть Если ты Говори уже Я хочу поехать за Анной Отбить ее Не верю я Что она там сидит По своей воле Плохо ты меня слушал Поход на болото Это самоубийство Вот поэтому Мне нужна Твоя помощь О Цири я тебе Больше ничего Рассказать не смогу Но будь уверен Я буду Очень щедр Если ты поедешь Со мной Вообще у меня нет времени Но я бы хотел поехать с ним Ладно Просто у меня свои счеты С этими тремя Суками Ну ясное дело Я значит Соберу людей И отправлюсь Прошу прощения. Будет здорово, если ты к нам там присоединишься. Ясно. Ну, знаешь, пока... Фраза «Я соберли...» Чего это такое? Что за... Что это было? А это ты мне скажи. Чудище это или человек? Мои люди называют его Ума. И считают монстром. Но мне кажется, это человек. Только страшный. Как говно Ордаля. Откуда имя? Ума? Странное имя. Ну да, странное, но... Он мне другого-то не назвал. Значит, он умеет говорить? Не. Я спросил, мол, как звать? А он ничего. Только тычет себе в нос, палец в ноги. Ну, тут я хватаю его за руку. И спрашиваю. У тебя как, Саву? Он смотрит на меня, как на Глупова. И будит такой. У-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у. Вот. Вот так прицепилась. Да, интересно. На монстра он не похож. Хотя медальон при нем дрожит. Странно. Откуда он тут взялся? А-а-а. С ним смешная вышла история, да. Я его в карты выиграл. Неужели больше не на что было играть? Да что ж ты ко мне, сука, прицепился-то? Ну, вышло так, а не иначе. Ну, поставили его на кон и все тут. Все претензии не ко мне, а к его прежнему хозяину. И что смешного в этой истории? Поехал я как-то в Новиград. Развеется, вкусить, так сказать, радости и большого города. Остановился в трактире. А там как раз игра. И я присоединился. Карта мне шла. Прямо вот как по маслу. Ободрал я сукиных детей дочестно. А один торговец особенно взъярился. Он-то просадил все, что привез со скеллиги. Страшно, а хотел отыграться, понимаешь? Вот я и согласился. Я спросил, что он может поставить. А он показывает это чучело. Ну, интерес скверный, и хрен с ним. Я дал мужику шанс отыграться, чё. Он шансы не использовал. Так вот уродицы попал во вродице. Вот и песенке конец. Очень смешно. Животики надольвешь. Ээээ, да чтоб ты понимал бы. Ну теперь ты самый настоящий барон. Даже шут придворный есть. Да, хотя я вот чувствую, что с ним что-то не то. То есть? Он вроде больше зверь, чем человек. А с другой стороны, у него вот, у сукиного сына, есть чё-то такое умное в глазах. Не знаю, может кажется. Ты видал такое? Нет, не видал. Но с виду он не опасный. Ну, ладно, ничего. Жрать много не жрёт. Лопот покуда не доставляет. Так что пускай ребята веселятся. Мне пора. Прощай. Ну, будь здоров. Надеюсь, что ты найдёшь дочь. В смысле, мы же ещё встретимся, ну? Чё за бред? Я же сказал, что увидимся. Слушайте. Не будешь до неё хорошим отцом. Да, я уж постараюсь. Короче говоря, фраза «я соберу людей» звучит мощно, когда ты не видишь этих людей, когда она абстрактная. А вот сейчас, когда мы поедем туда вместе с бароном, мне кажется, людей там два-три человека. Ну, может, пять. Есть у меня такие подозрения. Барон в итоге ушёл, а не я. Мне пора. Всё как нелогично и по-глупому получилось. Ты поедешь со мной? Да. А это чё такое? Да это шут мой. Ну ладно, мне пора в путь. Окей, уехал барон. Бред. А, друг семьи и достижения. Окей. Так, на Скеллиге. Ничейная земля. Почему на Скеллиге? Костряную игра даже. Дополнительные деды. Вот это надо вернуться. Сдать. Но, как вы поняли, я не спешу уходить отсюда. У меня здесь куча заказов. И всякого прочего. Так, выражая где? Я думаю... А, я думаю... Цири не пропадёт. Так что погнали. Как я и обещал, в принципе, каждый раз, когда мы будем уходить с локации, мы будем осматривать всё. Так что... Скоро, на самом деле, будет тот момент, когда мы по вопросительным знакам пойдём. Чтобы забрать всё, что можно, осмотреть всё, что можно. Ну и, кстати, наверняка всё осмотреть не получится, потому что... Да что ж такое-то? Сначала чихнул, потом сопли пошли, как будто аллергия на что-то. А, извиняюсь. А смотреть всё, наверное, не получится, потому что здесь есть такие места, которые, ну, не отмечены на карте, да? Вот, ну и постараемся. По крайней мере, по тем местам, которые известны, точно проскачу. Та-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-рам. Мест таких в округе очень много. Очень много. Но пока что задания... и заказы пока это то что мне нужно так ускоряться чем и нормально те повернула продолжает поворачивать а ты чё чего плотва давай дорогу держи вот так молодец выражает отрядом дальше дальше да напугаем об нет не сталкнул не получилось пришли да да на месте доказали ворожей белый волк мудрый волк чего ему нужно но как чего процент а то я хочу поговорить я нашел тело твоего отца и сжег это ты хорошо сделал он вернулся бы что случилось с твоим отцом ты действительно его убил это был злой человек когда-то ворожей его боялся а потом возмужал то что отец сделал матери ворожей не мог на это смотреть разбил ему башку секирой и утопил в болоте но люди знали думаю дух больше не вернется спасибо тебе ведьмак прими это в награду за помощь а если тебе травки когда понадобится или лекарства ворожей все даст ну так это же хорошо белый волк ну-ка товар из некое что нужно для или для эликсиров малый глип малый рунный камень это все мне не надо а вот как узнать что у меня есть что нет на рунный камень то есть в принципе смогу малые рунные камни делать кстати смотри это малая это просто рунный камень а это большой и глифы класс все нужно делать покупать и делать шкура драконоида ошибка необходимо эфир угу ингредиент эфир не знаю есть ли он у меня который взрывается при попадании со северный ветер вот этого точно нет на это тратить деньги не хочу короче у него куча всего куча всего и прям у него можно будет затариваться хорошенько так затариваться ладно будь здоров буду иметь ввиду буду иметь ввиду буду иметь ввиду если что пара же да малый рунный камень теперь можем делать не знаю для чего это взял ну так теперь задание нас что-то на скеллиге хочет так возвращение в кривоуховый топе девятый уровень а это возле оксинфорта тринадцатый уровень ну чё поехали на кривоуховый топе то но вообще надо бы какой-нибудь какой-нибудь доске быстрое перемещение вот допустим деревня большие сучьи отсюда уже вампирь засягаем на топе куда да дальше 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 я надеюсь мы поможем барону не от балды по идее здесь должна быть и дочь его не от балды в том плане что мы деньги заработаем я надеюсь и как бы этих ведьму убьем о смотри откуда тут вообще охотники за колдуньями не ехали же они с самого новиграда чтобы вздернуть двух холопов не знаю господин они сказали куда едут геральт хорошо что ты пришел а то с этим мужичьем слату нет надо будет их кнутом поучить может яснее заговорят ну говори куда поехали в деревеньку на болотах господин и какая-то девка с ними была про мать вы спрашивала девушка геральт едем туда сейчас же согласен сейчас я людей соберу вообще но это как бы до чего мне надо понять знаешь что здесь еще негде не починиться блин надо было сказать ему что приготовлюсь сначала видите как я и говорил раз два три четыре тут тяжелые вот у крестьян мозги четыре человека нет пять человек как и говорил все только холопы не придумают шестой он седьмой я семь человек и все отряды мы существуют луда сидят какие-нибудь старухи безумные да людям головы морочат ах ты дурачила 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 так знаешь что ты конечно молодец все дела хочу посмотреть как там насчет прочности а как узнать прочность а ну вон 96 процентов 85 69 89 87 90 надо починить броню 84 давай ка еще атака она с ними осталась потому что сердце у нее мягкое а не больше людей ты глянь у нас всего 8 получается надо было бы мне на латве идти с ними так вперед погоди а разве были разрушены вот да были по идее да 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 чего ножи свои подоставали мячи все равно ничего не сделаете один солдат уже упал а и и и и и и и и т а и и Уже упал. Блин, прости, дружище. Правильный разговор, говорите. Ну, один из ваших уже помер. Угу. Надо реально вперед идти. Блин, и гнием здесь не жахнуть. О, ты глянь. Барон не сдох не главное, ладно. Главное, что барон не сдох. Ну, и я заодно. Ну, и я заодно. Потому бабе водку не давай. Потому бабе водку не давай. Шесть человек осталось. Не считая меня, шесть человек. Ну, мы пришли. Ты глянь, ты глянь, что происходит. А, бегом, 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 бегом... Сдохнуть я сюда пришел, твою мать Сдохнуть Не можете прикрывать как следует Ну ладно, не уехать в своих же ошибках Сейчас заново путь теперь поделывать Потому что я не сохранялся Почему я не сохранялся? Потому что дурак взял, побежал вперед Помогать Ай, герой Герой, бляха-муха Вылетает такой ведьмак, представляете? В битву и вздыхает сразу же от удара утопца Зачем ты сюда пришел? Сдохнуть Просто Хренеть Ёпаны топи Серьезно И ставь согласен Ах, мать Дух тут тяжелый Вот у крестьян мозги гниют Ведьмы, сука Вот че только хлопы не придумают Скоро ты сам убедишься, что ведьмы существуют Так, они, по-моему, здесь направо пойдут Куда пойдете? Да даже сейчас уже готов сохраниться Сидят какие-нибудь старухи безумные Да людям головы морочат Анна с ними осталась, потому что сердце у нее мягкое Она всегда добрая была Да Да, сюда Давай, ну А ну появись Ну и чего вы-то Я на радар смотрю, никого нету Вот они С бароном С бароном, зараза Дрались Кажется, сейчас без потери вышло Да серьезно, сейчас без потери вышло Да не вопрос Так, вот сейчас сохранюсь еще раз Постоянно буду теперь сохраняться Ну и в баню Влетел Так, вот здесь, по-моему, появится, да? Да, не Хух, ты ж мать Серьезно? Я думал, я думал Я думал, я думал Я думал, я собью с нее удар этот Ну то есть Своим уроном Собью ее удар Ни хрена А идея с Ирданом хороша Так, второй раз Не дошел даже До До Тамары Я вот думаю А если они здесь тоже проходили То как-то они мимо прошли Че встали? О, господи Вы сейчас помрете от них Вы просто не знаете, че делать Не, не померли А не, смотри, двое сдохли Старичок погиб Старичок погиб Обидка Так, ну все, побежали Теперь уж точно Стоять Причем с Игнием Наперевес Квен Причем жахнул вот так А Ини На взлете Давай, 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 давай Игния в итоге не жахнул Ни разу Жесть Ведьмак, ты передумал? Сколько отец тебе заплатил? Думаю, тебе нечего бояться Ты же привела с собой друзей Я не боюсь Вечный огонь меня защитит От меня и защищать не придется Тамара Доченька Вернулась все-таки Дай-ка я тебя обниму Не подходи Я приехала за мамой Ты бы так и оставил гнить ее на болотах А ты думаешь, что я тут делаю? Я возвращаю ее домой Вот уж нет Ты ее больше и пальцем не тронешь Никогда Я не позволю Ты Можешь обижаться на меня Я был не лучшим мужем и отцом Но я изменился Ну спроси, кого хочешь Геральт, ну скажи ей Я не буду вмешиваться в ваши дела На самом-то деле Лучше найдем Анну Давай так сделаем Перестаньте ссориться Надо найти Анну Истинно говорю вам Гнев не доведет вас ни до чего иного, кроме погибели Поэтому кто такой? А ты кто такой, чтобы спрашивать? Это мой командир Этой пьяной свиньи это не касается Тамара Тамара Значит, ты с ними теперь? Может еще велишим собственного отца повесить? Или под пытки отдать? Ты мне не отец И мне все равно, что с тобой станет Напомню, что у нас есть дела Людьмак, поможешь нам? Затем я и пришел Я потерял пятерых людей И не знаю, чего еще ждать в этом проклятом месте Не стоит терять времени Ведьмы могут вернуться А с чего ты взял, что их здесь нет? С того, что мы еще живы Обыскать деревню Не очень вдохновляет, да? Их нет, потому что мы живы То есть, когда мы их найдем, скорее всего, мы сдохнем Ну, я тоже точно, но я сохранюсь Загружусь, точнее А вот вы, я не знаю Ребята Ой, не советую Нет, ладно Лучше вы делайте так, как делала предыдущая парочка Аккуратненько, тихо, спокойно, с мечом Наготови Нет Эй, сюда! Оттерла все Эй, давай-ка назад Грязнуля Пряника кусок Свеженький, горяченький Мама Вот и ты Свежий Как цветочек Бей меня Вышло слишком мало Я надкусила проверить, крепкий ли Но он свежий Но он свежий Жалься 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 Что с ней такое? Я же сказала, что все сделаю Дай-ка сюда Я протру Все начисто дотру Мама Что-то приближается Готовьтесь Что-то было Да не знаю, что это было Сохраниться Может, волки? Что-то не похоже О, нет Очень не похоже на волков О, сохраниться, господи, дали Это верно Приготовьтесь Да, готовьтесь Не сбежать Покажи, что умеешь От себя ствердит страна Ты испортишь ленту Скажите, что умеешь История От себя От себя От себя От себя От себя От себя О, господи, ты-то откуда здесь, а? Ни хрена тебе. Я выжил, 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 выжил. Давай, Бес, ударь меня. Бес, ударь меня. Господи, жесть. Прекрасное ушельце, мускулистное, аж слюнки текут. Всех убили? Что, и меня убили? Это как так? Я же, я же в щите был. Охренеть, у него урон пробил весь мой щит, вы видели? Вот это Бес. Надо было уворачиваться от этого выпада. Я, если честно, не ожидал. Думал, подлечусь. Ладно, ничего. Я еще немножко ошалял, потому что все погибли. Что-то не похоже на волков. Это верно. Приготовьтесь. Давай. Ведьмая. Бабу, точнее. Ты не спортишь на них разницу. Ух ты ж мать. От тебя смердят страхом, что испортишь нам трапезу. Давай сюда его. Сюда его веди, ну. Атакуй меня. Господи, жесть. Ну я же сказал, атакуй меня. И снял щит. Нормально, да? Надо его огнём. От тебя смердит страх. Ты испортишь нам трапезу. Вот так, гори, собака. Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Ты красивая тельца. Ты ускористая. Добили. Добили. Молодцы. Похоже, бе- Что? Игра вылетела? Ёбаные топи. Заново, ничего страшного. Сейчас мы со всеми соберёмся и разберёмся. Давай, 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 давай. Давай. Собака. Собака. Отвечай! Отвечай! От тебя сверди страх! Ты портишь нам трафик! Отвечай! 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 Что это было? Не вылетай, игра больше. Похоже без. Ведьма нас почуяли. И послали его за Анной. Проклятые ведьмы. Мало они нам зла причинили. Хватит! Я забираю ее. Это моя жена. И она вернется со мной домой. Я буду рад, если ты поедешь с нами. Не прикасайся к ней. Мы обе уезжаем из этого проклятого места. Она больна. Слаба. Куда ты собралась тащить ее в таком состоянии? В Оксенфурд? Ты убьешь ее! Я о ней позабочусь. Вы рвете ее друг у друга как тряпичную куклу. Дайте ей решить. Куличики на обед будут. Куличики. Ничего она сейчас не решит. Это какие-то злые чары. Ведьмак, помоги ей. Прошу тебя. Ах, как же огонь. Боюсь, это не злые чары. А что же? Она слишком много вынесла. Потери ребенка, похищение бесом, жизнь в деревне у ведьм. Забота о детях, которые теперь пропали. Все это оставила на ней след. То есть, ты не сможешь ей помочь? Она навсегда останется такой? Мне очень жаль. Я отведу ее к одному пустыннику. Я встретил его много лет назад. Очень мудрый человек. У него настоящий дар врачевания. Хм. Ну, стоит попробовать, че? Стоит попробовать. Я поеду с тобой. К сожалению, это невозможно. Почему? У тебя есть обязательства перед церковью Вечного Огня. А вот и минусы, дорогуша. Только мы закончим дела в Велени. Ты вернешься со мной в Оксенфурд. Ты сказал, что спасешь мою мать. И я сдержал слово. Теперь о ней позаботится твой отец. Позаботится? Ты же знаешь, кто он такой. Знаешь, что он с ней делал? Он уверяет, что изменился. И я вижу в нем настоящее раскаяние и скорбь за прошлые грехи. Он позаботится о ней. А у тебя теперь новая жизнь. И новые обязанности перед Вечным Огнем. А ты что хотела? Не бойся. Все будет хорошо. Я больше не притронусь к водке. Найду знахаря. А когда он ее исцелит, мы тебя отыщем. Поклянись. Клянусь. Раскаяние в его глазах действительно есть. А сколько это можно видеть по компьютерной болванке? Но все-таки. Вас же сейчас там утопцы зарежут. Где солдаты твои? Ведьмаки были созданы, чтобы убивать чудовища. Не важно, кто дает заказ. Важно, чтобы плата была по уговору. Мелочи только отравляют жизнь. Ведьмак должен делать свое дело без лишних сомнений. Он просто поднимает брошенный ему кошелек и отправляется своей дорогой. Люди не ждут, что Ведьмак станет защищать их от них самих. Спасибо за помощь, Ведьмак. Несмотря ни на что. Да хранит и направит тебя Вечный Огонь. Спасибо. Прощайте. Че этот парень появился перед камерой? Что он делал вообще? 100 крон. Я дали всего 100 крон. Хорошо, что ты отпустил ее совсем. Я не уверен. Вы больше ничего не могли сделать. Ведьмак тоже. Если кто ей поможет, то я сказал, какой-нибудь ученый ставится. Наверное. Ладно. Собираемся. Действительно. День был тяжелый. Я скрывать не буду. Я сегодня тоже попотел. К сожалению, ведьму не убили. Убили только беса. Возможно, судьба меня еще сведет с этими старухами-триклетами. Убили. Ну а пока. Так. Все. На самом деле, сокращает урон, получаемый при уклонении на 20%. Каждый болт, попавший в цель, повышает адреналин. Сходят с очки адреналин. Если у нее есть, сколько очков будет установлено. Зависит от объема адреналин. Берешь с очков адреналин плюс 1%. Прикольная штука. Позволяет выживать. Ну и, кстати, возвращаем мы себе огонь и гния. Получается. Тем же, пока тот накладывает акси, кроме того, увеличивается эффективность акси в диалогах. Или вот эта штука. Вообще, огонь и гния мне не особо понравился. Да? Давай я вот эту штуку лучше поставлю себе. И с акси будем ходить. Теперь хоть в диалогах повышенный эффект будет от него. Так что, пока что так. Да. Если почувствую нужду, то, естественно, вкачаюсь. Ну что ж, на этом тогда эту серию и закончим. В следующей серии мы будем выполнять заказы. Немножко отходить от сюжетки. Ну и в последующем, мне кажется, тоже. Так что, готовьтесь. Хорошего настроения. Помните, ребята, сейчас все окей. А дальше... Че дергаешься? Дальше круче.